Привет, меня зовут Софья. В этом видео я расскажу о самых популярных IT-профессиях и чем занимаются эти специалисты. Первый – программисты. Они пишут исходный код какого-либо продукта. Это может быть операционная система, CMS-система, сайт, мобильное приложение, ну или может быть какой-то сайт-сервис. Этот самый программный код пишется на специальных языках программирования. Их существует огромное количество. Ну, перечислю самые популярные. Это, наверное, Python, Java, PHP, JavaScript. В программировании каждый специалист решает сам в зависимости от конкретной задачи. Но важно понимать, что эти специалисты знают не только один язык программирования, они знают минимум два. В основном все начинают свою работу с Java и JavaScript. И это самый прекрасный старт для того, чтобы погрузиться в профессию. Важно здесь не путать программистов и тех людей, которые работают с HTML-кодом. Потому что HTML – это только разметка какой-либо веб-страницы. А JavaScript уже немножко посложнее. Я чуть подробнее расскажу разницу между верстальщиками и, собственно, программистами. Какие есть минусы? Во-первых, это, конечно же, сидячий образ жизни. Это то, что вам надо изучить несколько языков программирования и постоянно следить за тем, как меняется рынок, и какие новые языки появляются, ну и учить их. Но плюсов, конечно же, больше. Во-первых, это высокая заработная плата от 70 тысяч рублей на данный момент. Это востребованная профессия как на нашем, так и на зарубежном рынке. Далее – это возможность удаленной работы. Чаще всего программисты работают либо удаленно, либо работают в офисе, но к ним не приставлены какие-то жесткие правила по поводу посещения этого офиса. И последнее – это карьерный рост не только в России, но и за рубежом. То есть можно начать в той стране, где вы начали изучение программирования, но потом уйти на зарубежный рынок. Следующий – это фронт-энд-разработчик. Он получает от дизайнера дизайн, и его задача сделать так, чтобы в сети интернет дизайн, то есть картинка, выглядела точно так же. То есть он расставляет элементы, располагает их каким-то образом, раскрашивает, добавляет все изображения. Хорошие фронт-энд-разработчики, а это практически все, потому что без этих знаний на рынок выйти тяжело, знают джаваскрипты, поэтому умеют оживлять сайт, чтобы слайдеры листались, чтобы кнопочки нажимались, чтобы режимы наведения всякие там работали. Следующее – это бэк-энд-разработчик. Он как раз-таки занимается той частью, которую пользователи не видят. То есть если фронт-энд-разработчик занимается тем, что мы видим, то есть сам сайт, то бэк-энды находятся там, позади. Работа бэк-энд-разработчика гораздо сложнее, и надо знать более сложные и большее количество языков программирования. Профессия с достаточно легким входом – это тестировщик. Чаще всего все программисты начинают именно с этой специальности. Тестировщики тестируют продукты, смотрят, чтобы все работало корректно, чтобы никто из специалистов, которые работали до проекта, не допустили какие-либо ошибки. Тестируют продукт – это не значит просто понажимать на кнопочки и посмотреть, отправилась ли заявка на почту. Это значит понимать и в маркетинге, и в дизайне, и в верстке. Но, тем не менее, вам не нужно знать языки программирования или понимать, что такое композиция. То есть это прекрасное поверхностное погружение сразу в несколько видов IT-профессии. Несомненным плюсом является то, что тестировщики достаточно быстро поднимаются по карьерной лестнице и очень быстро доходят до френд-энд-разработчика или до бэк-энд-разработчика в зависимости от того, сколько сил для изучения языков программирования вы применили. К минусам я могу отнести низкую заработную плату на старте, большую конкуренцию и достаточно монотонную работу. Следующая профессия – это копирайтер. Здесь есть много подразделений. Это может быть копирайтер, который пишет какие-то экспертные статьи для блогов, например. Или это могут быть SEO-копирайтеры, которые пишут такие тексты на сайте, чтобы сайт продвигался в SEO, то есть в поисковой системе. Подразделений действительно много, но объединяет их одно. Копирайтинг – это написание какого-либо текста на заказ. К плюсам я могу отнести достаточно интересную работу, потому что у вас каждый раз разные тематики, каждый раз разные заказчики, поэтому монотонность здесь, скорее всего, ожидать не стоит. Немаловажным плюсом является возможность удаленной работы и то, что потолок в вашем заработке зависит только от вас, то есть насколько вы будете улучшать свои навыки и насколько много заказчиков вы будете находить. У копирайтеров есть такое подразделение или вид услуги, как рерайтинг. Рерайтеры, они переписывают тот текст, который им дали, чтобы он был более уникальным. Это как раз-таки та профессия, через которую можно зайти в копирайтинг, но тоже учитывайте, что в ней большая конкуренция, хотя и в копирайтинге тоже конкуренция достаточно большая. СММ-специалист. Это человек, который занимается ведением социальных сетей. Да, важно. Он не занимается какой-либо рекламой. Он делает так, чтобы клиенты оставались и поддерживали бренд за счет того, что они смотрят социальные сети. То есть он может даже не писать посты, это могут делать копирайтеры. Он занимается стратегией, написанием контент-плана, выстраиванием вообще всей позиции продвижения этого бренда, как делать рекламу, когда ее делать. К плюсам я отнесла бы востребованность, потому что сейчас каждый бренд старается вести социальные сети в одной или другой социальной сети. Следующее – это легкий вход в профессию. Да, если вы начинающий, у вас большая конкуренция, но плюс здесь скорее в том, что даже подростки могут быть специалистами в этой сфере. Еще здесь стоит учитывать, что работа может быть как удаленной, так и офисной. А к минусам точно можно отнести сидячий образ жизни, как, наверное, и любая IT-профессия. И очень часто эти специалисты имеют ненормированный рабочий график. Таргетолог – это человек, который как раз-таки настраивает рекламу. Да, сеймо-специалисты, таргетологи чаще всего работают в команде, потому что один занимается привлечением клиентов, а другой занимается удержанием клиентов. Важно, что таргетолог запускает рекламу именно в социальных сетях, не в каких-то поисковых системах. Его главная задача – это проанализировать целевую аудиторию и правильно ее настроить для рекламы. Возраст, пол, интересы. Если при работе не будет выстроена правильная стратегия и выбрана неправильная целевая аудитория, то рекламный бюджет будет спущен в трубу. Поэтому таргетолог должен уметь анализировать информацию. Плюсы – это востребованность. Так же, как и в предыдущей профессии, рынок соцсетей растет, и количество брендов, которые приходят в соцсети, растет. Поэтому таргетологи нужны, и, скорее всего, профессия только дальше и будет набирать обороты. Профессия может быть как удаленной, так и офисной. Считается, что в профессию таргетолога достаточно быстрый вход. Стоит пройти какие-то профильные курсы, и уже можно нарабатывать портфолио и брать каких-то клиентов. Естественно, чем клиентов у вас больше, чем портфолио ваше лучше, тем выше стоимость ваших услуг. Следующая профессия – это веб-дизайнер. Наверное, это самая творческая из всех ранее перечисленных профессий. Веб-дизайнер должен знать композицию, теорию цвета, визуальную коммуникацию, типографику, ну и, естественно, как передавать проект тверстку, что такое адаптивный дизайн, но это уже подробнее в других видео. То есть веб-дизайнер, если говорить о плюсах, достаточно творческая профессия, но если она творческая, значит, вы можете часто не сходиться с кем-то во мнениях, что не очень хорошо. Веб-дизайнер – это профессия с достаточно простым входом. Вы можете пройти один профильный курс и уже начать нарабатывать портфолио и работать в этой сфере. Я не скажу, что в этой профессии могут работать подростки, но, тем не менее, шанс есть. Веб-дизайнеры – это специалисты, которые работают в профильных программах. Самый частый – это на данный момент фигма. Надо изучить эту программу, и, соответственно, дизайн сайтов разрабатывается именно так. Поставлю отдельный упор на то, что веб-дизайнеры не занимаются версткой этих самых сайтов. То есть веб-дизайнер создает дизайн и уже передает, как мы помним, фронт-энд разработчику. Следующая профессия – UX-UI дизайнер. Чаще всего люди после того, как некоторое время поработают веб-дизайнерами, становятся UX-UI дизайнерами. Это люди, которые разрабатывают не только дизайн, но и анализируют, проводят исследования, делают макеты, то есть структуру, интерактивные прототипы. То есть UX-дизайнеры – это те люди, которые как раз-таки занимаются той самой аналитикой, то, что я сейчас перечислила. А UI-дизайнеры – это как бы веб-дизайнеры, то есть они занимаются именно внешним видом – композиция, типографика и вот это вот все прочее, то, что мы называем творчеством. UX-UI дизайнеры работают с продуктами посложнее. Это мобильные приложения, сайты-сервисы, какие-либо системы. К плюсам я точно отнесу высокую востребованность. Но есть минус – это достаточно сложный вход в профессию. Надо действительно сильно потрудиться и многое изучить для того, чтобы стать востребованным и хорошим UX-UI дизайнером. Я бы не сказала, что в этой профессии есть вообще окончание вашего обучения. Учиться вам придется постоянно. Чаще всего UX-UI дизайнеры работают не удаленно, а работают в офисе. Но к ним тоже не относятся как к специалистам, которые вечно должны сидеть в офисе. Поэтому, скорее, они имеют гибкий график. Ну и, конечно, веб-дизайнеры и UX-UI дизайнеры имеют сидячий образ жизни. Плюсы – это многогранность этой профессии. Вы будете как анализировать информацию, общаться с людьми и проводить исследования, так и заниматься творчеством. Хочу подытожить это видео тем, что не надо сразу бежать и покупать какой-то платный курс после того, как вы узнали, что программисты – это востребованная профессия. Вы можете найти очень много бесплатной информации в интернете. Сейчас, слава богу, есть YouTube, и действительно все можно найти в интернете. Если вас заинтересовала какая-то профессия, попытайтесь найти курсы бесплатно. Ну или хотя бы какие-то короткие видео. Например, на моем канале лежит целый бесплатный курс по фигме. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете его пройти. Ну и вообще целая куча видео про дизайн. Если вы уже точно решили после просмотра этих видео, после каких-то, может быть, практических действий, что вам это нравится, тогда да, стоит рассматривать уже платные курсы. Мне очень хочется, чтобы вы не торопились и выбрали ту профессию, в которой вам будет комфортно. Потому что я часто сталкиваюсь с людьми, которые выбрали профессию просто потому, что узнали, что там много зарабатывают, и она востребована. А в итоге она им не нравится. Поэтому желаю вам выбрать ту профессию, которая вам будет по душе. Не забывайте, что на моем канале больше информации о профессии веб и ее UX-дизайнер. Если она вас заинтересовала, то оставайтесь на моем канале. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok